Итак, давайте начнем. Я вижу в чате, мне пишут, что слышно все в порядке. Представлюсь, меня зовут Алексей Яковлев, являюсь руководителем компании 7-комплекс, компания, которая аккредитована по веб-аналитике компании Google и является эксклюзивным представителем сервиса персонализации сайта personize.com на территории России и стран СНГ. Сегодня мы именно об этой теме и поговорим. Сегодняшний мастер-класс будет больше практикоориентированный. Сейчас уже на многих мероприятиях, на семинарах, на конференциях многие говорят, что современной тенденцией сайтостроения, продвижения сайтов, повышения уровня конверсии является персонализация сайтов, то есть подстройка сайтов непосредственно под каждого конкретного посетителя либо под сегмент посетителей. Но как это делать на практике? Об этом практически нет мероприятий. У нас на курсе seostadio.ru, но это платные мероприятия в основном, там мы это изучаем. Но на бесплатных таких мероприятиях их просто не существует. Так, я слышу, что мне говорят погромче. Если какие-то вопросы по ходу будут появляться, то вы прямо в чате пишите. Я буду регулярно туда смотреть и реагировать на ваши вопросы. Потому что тема новая и нельзя уходить вперед, если вы что-то недопоняли по предыдущим тематикам. Итак, давайте начнем. Значит, краткое знакомство с сервисом Personize. Компания основана в 2008 году, разрабатывает революционную платформу, это облачное решение на базе SaaS для сегментации и персонализации сайтов в реальном времени. Также платформа имеет в себе встроенную систему аналитическую, что позволяет даже без использования системы Google Analytics анализировать данные, анализировать уровень конверсии, а также повышать уровень конверсии путем генерации гипотез, которые вы прямо в реальном времени увидите. Я вам сегодня покажу, куда смотреть. И проводить сплит-тестирование. Причем сразу хочу сказать, что вы тоже наверняка знаете, кто сталкивался с инструментом Google Analytics, там есть встроенный инструмент Content Experiment. Но основная разница между Personize и Content Experiment, тут две большие разницы. Первая, то что, используя инструмент Content Experiment, вам необходимо сгенерировать несколько вариантов целевой страницы, которую вы будете тестировать. То есть делаете дизайн одной страницы, дизайн второй страницы. В случае с Personize, вам нет необходимости делать несколько вариантов дизайна. Вы прямо на своей целевой странице выделяете те элементы, которые вы хотите заменить и меняете их. Сегодня тоже я покажу вам, как это делается. И второе большое отличие в том, что система Content Experiment, который входит в Google Analytics, там вы тестируете весь трафик, который есть на сайте. Грубо говоря, если к вам идет трафик с Яндекса по точному ключевому запросу, например, там, не знаю, купить туры в Египет из Санкт-Петербурга, есть у вас такие поисковые запросы. А есть поисковые запросы, которые приходят по баннерной рекламе, социальных сетей, там, я не знаю, с e-mail рассылок. Ну, то есть он, грубо говоря, не сегмент трафика тестирует, только тех, кто пришел по определенному ключевому запросу. А он весь трафик тестирует. И считается, что весь трафик у вас одинаковый. Те, кто пришел по узкоцелевому ключевому запросу, сравнивается с тем, кто пришел совсем не по целевому поисковому запросу. И тут трудно делать выводы, потому что ясно, что те, кто приходят по узкоцелевым запросам, уровень конверсии с них будет всегда выше, вне зависимости от того, изменили вы кнопку с зеленого цвета на красную или не изменили. Поэтому вот это большое такое отличие, что в системе Personize вы можете тестировать любой сегмент трафика. Только тех, кто пришел с поисковой системы Яндекс, только тех, кто пришел по определенному целевому ключевому запросу. В системе Google Analytics в инструменте Content Experiment вы тестируете только весь трафик на сайте. Значит, основная цель системы Personize – дать возможность для всех сайтов любого размера, вне зависимости от крупной интернет-магазина, например, Ozone, который персонализирован, либо это небольшой интернет-магазин, либо это, в принципе, какой-нибудь корпоративный сайт или корпоративный блок. Вне зависимости от размера вашего веб-ресурса, вы можете использовать систему персонализации и сделать свой сайт умным персонализированным, как еще часто называют умный сайт четвертого поколения, который будет подстраиваться под посетителей, что непосредственно приведет к повышению рейтинга конверсии, к улучшению удовлетворенности посетителям и улучшению показательного ROI. ROI – это Return Non-Investment, переводится как окупаемость инвестиций. Значит, введение в оптимизацию конверсии. Если послушать, опять же, доклады на конференциях, вы, или кто из вас уже слышал, то вы наверняка слышали, что есть два больших таких направления, грубо говоря, две школы. Это тестирование и персонализация, вторая школа. Эти две школы ориентируются на повышение конверсии, на оптимизацию конверсии. Те, кто говорит про тестирование, что повысить уровень конверсии можно только путем проведения сплит-тестирования или многовариантного тестирования. Тут речь о чем? Что вы каким-то образом, проанализировав ваши данные системы веб-аналитике, вы генерируете гипотезы. Например, если кнопку «Заказать сейчас» сделать не зеленую, а красную, либо если добавить какой-то призыв к действию, то это приведет к росту уровня конверсии. Вы генерируете несколько вариантов целевых страниц и проводите так называемое тестирование. Второй подход, второй вариант к оптимизации конверсии, он включает обязательно в себя элемент тестирования, но тут речь идет немножко о другом. Тут сначала анализируется аудитория на вашем сайте, опять же, создается узконаправленное, узкоцелевое сообщение на данный посетитель, либо на данный сегмент посетителей. Анализируется, привело это к росту конверсии, либо не привело. И опять же, тут же можете для данного конкретного сегмента, либо для данного конкретного посетителя провести такое вот сплит-тестирование. Да, тут Юрий спрашивает, что такое сплит-тестирование. Сплит-тестирование – это вариант повышения конверсии, когда вы… Давайте я вам, может быть, на практике покажу действительно. Вот, сейчас видите страницу. Так, у вас еще не переключилось, я вижу. Так, пока переключается экран с презентацией на браузер, расскажу в двух словах. генерируется гипотеза, допустим, для того, чтобы пользователь чаще нажимали на положить товар в корзину, что для этого нужно. Для этого я считаю, что нужно написать продающий текст. Я вижу, что браузер не хочет показываться почему-то сейчас. Ну ладно, ничего страшного, я вам расскажу без браузера. Значит, я считаю, что нужно написать продающий текст, и я считаю, что необходимо кнопку заказать, вернее, положить товар в корзину, сделать не зеленой, как она была ранее, а сделать ее красной, допустим, чтобы ее стало лучше видно, была она более заметная, и так далее. Поэтому я создаю несколько вариантов целевых страниц, отличающихся только текстом на странице и кнопкой. На одном варианте она зеленая, на втором варианте она красная. И запускаю такое вот тестирование. Когда 50% трафика идет на вариант 1, 50% трафика идет на вариант 2. Устанавливаю цель, допустим, целью будет нажатие на кнопку «Положить товар в корзину». И смотрю, с какого варианта чаще люди кладут товар в корзину. То есть попадая на какой вариант, на вариант 1 или на вариант 2, они чаще совершают целевое действие. Есть сплит-тестирование, есть многовариантное тестирование. Сплит-тестирование, когда вы тестируете всего-навсего 2 варианта, многовариантное тестирование, как я сейчас привел пример, тестируется несколько возможных вариантов одновременно. И текст поменяли, и поменяли кнопку, возможно, еще какую-нибудь картинку добавили. Юрий пишет, понял. Отлично. Если еще будут какие-то вопросы, я сейчас не очень ориентируюсь по аудитории, идет онлайн-трансляция, я вас не вижу. Поэтому, если будут какие-то непонятные моменты, вы сразу же пишите в чат, и я поясню. Значит, идем далее. Ну, несколько примеров, но на этом мы не будем долго останавливаться. Просто кто еще не участвовал в различных конференциях, семинарах, кто еще не знает, что такое персонализация, поэтому несколько примеров. Но здесь примеры англоязычные, потому что сервис Personize, он англоязычный, и презентацию, которую я сегодня показываю, это не я ее делал, это сервис Personize предоставил, поэтому именно свои примеры, наши российские примеры, мы показываем на наших же мероприятиях, на курсах, на семинарах, которые мы регулярно проводим. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю вас 7 июня в Санкт-Петербурге пройдет конференция по веб-аналитике Conversion.com 2013, поэтому приглашаю вас, там тоже будет много интересного. Сегодня мы, во всяком случае, на слайдах я вам буду показывать только зарубежные примеры, потому что это не моя презентация. Но кому нужно будет, ну, кто заинтересуется персонализацией и захотите посмотреть именно те примеры, которые наша компания внедряла, то можете потом ко мне обратиться, я вам покажу именно наши конкретные кейсы, и как это в аналитике сказалось на рост конверсии, на снижение показателей отказов и на другие метрики. Итак, два примера страницы. Слева вы видите сайт до персонализации, справа вы увидите, что произошло после персонализации. Значит, здесь мы сегментацию делаем по полу, по возрасту. Дальше мы, когда перейдем к вариантам сегментации, я вам расскажу, что можно, в принципе, связать аккаунт системы персонализ социальной сетью и оттуда импортировать данные по полу, по возрасту, по количеству друзей, по интересам, которые он в своем профиле указает и так далее. Поэтому мы можем легко связать, например, с аккаунтом в Facebook, взять оттуда информацию по полу нашего посетителя и на основании этих демографических данных по полу, по возрасту мы можем подстраивать сайт. Вот в данном случае это и покажет. Мы видим, что пришла на сайт девушка, молодая. Мы чем ее можем зацепить? Мы ее можем зацепить косметикой, парфюмерией и так далее. Это, как вы видите, новостной ресурс. Поэтому вот эти блоки, которые здесь выделены цифрами 1, 2, 3, 4, 5, это как раз маркетологи посчитали, что для того, чтобы зацепить женскую аудиторию, им нужно показывать именно вот эту рекламу. А наверняка многие из вас знают, что зачастую реклама оплачивается по кликам. Поэтому чем точнее мы зацепим нашу аудиторию, тем больше эта аудитория будет кликать по рекламным блокам. А чем больше эта аудитория будет кликать по рекламным блокам, тем при прочих равных условиях данный новостной ресурс зарабатывает на рекламе больше денег. Он открутит больше объявлений, потому что если мы зацепили посетителя, он будет посещать больше страниц. А чем больше будет посещать страниц, тем больше будет показываться реклама. И тем больше он заработает на кликах. Потому что если девушку зацепить каким-то кремом, то она с большей вероятности кликнет на эту рекламу, чем если бы мы показали современный браузер скачать или трансмиссию для автомашины. Поэтому чем точнее мы зацепим нашу аудиторию, тем больше конверсий мы сможем получить. Другой пример туристической компании. Недавно мы проводили бесплатный семинар в Москве. Там я тоже приводил наш уже конкретный российский пример, который мы организовывали для туристической компании. Здесь зарубежный сайт. Здесь идея какая? Если мы видим, что пользователь пришел по запросу туры в Венецию, то какой смысл им показывать какие-то спец предложения на эксклюзивные туры по каким-то другим направлениям. Поэтому весь сайт перестраивается именно под конкретного пользователя или под сегмент пользователя. По каким ключевым запросам он пришел, какими направлениями он интересуется. Если он уже какое-то время провел на нашем сайте, посмотрел туры в Италию, смотрит и сравнивает различные направления по Италии, то наверное логичнее ему показывать спец предложения тоже именно непосредственно по Италии, чем ему говорить, что вот у нас сегодня проходит акция, едь в Объединенные Арабские Эмираты, не хочет, он ищет куда в Италию поехать. Поэтому это тоже поддается персонализации и тоже влияет на уровень конверсии. Другой пример это интернет-магазин различных гаджетов. здесь персонализация баннеров и всех призывов к действию опять же идет по интересам и по поисковому запросу. Если мы видим, что пользователь пришел по поисковому запросу, связанный с покупкой iPad'а, либо какой-то другой продукции от Apple, то в данном примере сайт полностью перестроился. Видите, что было до, он показывал непонятные какие-то гаджеты, потому что сайт о данном пользователе еще ничего не знал. После персонализации он показывает непосредственно те гаджеты, те товары, те спецпредложения, те акции, которые подходят для посетителя, который либо уже имеет продукцию от Apple, либо хочет ее приобрести. Поэтому весь сайт перестроился под данного конкретного посетителя. Значит, теперь давайте перейдем, ну, я вам сейчас вкратце рассказал, что такое персонализация для тех, кто еще не слышал это на конференциях, на семинарах. Теперь, как и обещал, говорил, что сегодня у нас будет больше такой мастер-класс, а не просто обучающий семинар, где мы будем рассказывать, что такое персонализация. А сейчас непосредственно мы перейдем к практике. как строится сам процесс персонализации, из чего, из каких этапов он состоит. Значит, первый этап. Нам необходимо проанализировать данные. Ну, я расскажу на нашем примере, вот наша компания, Семкомплекс. К нам приходит клиент и говорит, у меня есть такой-то сайт, возможно, у меня есть уже какой-то там трафик на этом сайте, я хочу повысить уровень конверсии. Меня не устраивает то, что из там, я не знаю, тысячи посетителей, только 10 посетителей совершают какое-то конверсионное действие, кладут товар в корзину, покупают и так далее. Я хочу улучшить данные показатели. Значит, что мы делаем? Если у пользователя уже стоит какая-либо система веб-аналитики, например, Google Analytics, либо Яндекс.Метрика, мы сможем проанализировать сайт, основываясь на тех показателях. Если у него пока не стоит ни система Google Analytics, ни Яндекс.Метрика, мы ему лучше поставим систему Personize, так как в систему Personize можно как использовать аналитический инструмент, там есть встроенный инструмент аналитики, который, кстати, основан на базе Google Analytics, то есть там есть все те же функции, что и у Google Analytics, но система Personize немножко перескочила, перешла на другой уровень аналитики, и кроме тех стандартных функций, что присутствуют в Google Analytics, она доработала свои новые фичи, свои новые функции. Поэтому сразу ставим систему Personize и начинаем анализировать данные. Какие страницы самые популярные на сайте, с каких страниц чаще всего посетители покидают сайт, на каких страницах показатели отказов, наибольший показатель отказов это процент посетителей, которые попадают на сайт и не переходя на вторую и последующие страницы покидают его. То есть, грубо говоря, им данный сайт неинтересен, они не туда попали. Поэтому большой показатель отказов это негативный показатель и его нужно снижать. И за счет персонализации я вам тоже покажу, что это можно легко сделать. Поэтому анализируем данные. Да, кстати, еще один момент, чтобы не быть голословным. Я вам сказал, что в системе персонализ есть все функции от Google Analytics, но есть и дополнительные функции, которых там нет. Вот одна из таких функций и очень важная это время фокусе на сайте. Analytics мы хоть аккредитованный партнер Google, но видим некоторые недочеты, которые я уверен Google в ближайшее время будет исправлять. К примеру, Google Analytics считает, что я, как один посетитель, могу одновременно быть сразу на 10 сайтах. Грубо говоря, я зашел в Яндекс, набрал поисковый запрос, допустим, SEO, но не сразу кликнул на один какой-то результат выдачи и перешел на один сайт, а я открыл сразу 10 вкладок, нажал на правую кнопочку и нажал открыть в новом окне, открыть в новом окне, и так открыл 10 вкладок. Google Analytics считает, что я одновременно был на 10 сайтах, хотя реально я могу перейти на первую попавшуюся вкладку, получить всю подробную информацию, сделать там покупку, а на все остальные 9 сайтов даже не заходить. А Google Analytics посчитает, что ой, что-то с сайтом с моим не то, то есть много пользователей заходит на мой сайт, но тут же покидают его, то есть большой показатель отказов. А здесь проблема-то не в самом сайте, я его просто и не видел. Может быть, он идеальный по юзабилити, по удобству пользования, по всем параметрам. Возможно, он идеальный, но просто так вот судьба, что я на него даже и не взглянул. Но аналитики, которые будут в дальнейшем анализировать, они не будут понимать, что такое, мы столько денег вложили в юзабилити, а у нас вот так вот происходит, люди заходят и уходят. Что же будем делать дальше? В случае с системой Personize вы можете посмотреть такой показатель, как время в фокусе. Там вы непосредственно увидите, сколько времени пользователь именно ваш сайт видел. Значит, далее, проанализировали данные, выявили различные проблемы. Далее строим сегменты. Допустим, какие могут быть сегменты? Посетители из, я не знаю, Казахстана. Вот такой сегмент посетителей. Либо посетители, которые пришли по поисковому запросу, я не знаю, курса SEO или курса веб-аналитики. Мы их можем отнести к определенному сегменту. Либо посетители из Санкт-Петербурга, там, я не знаю, мужчины от 30 лет. Такой можно построить сегмент. Дальше под каждый сегмент мы строим персонализированное действие. То есть мужчинам из Санкт-Петербурга от 30 лет мы будем показывать баннер с трансмиссией и с доставкой по Санкт-Петербургу. Посетителям из Новосибирска мы покажем баннер, что ближайшая доставка в Новосибирск будет завтра в 3 часа дня. То есть под каждый сегмент мы составляем персонализированное действие. Дальше мы в аналитических инструментах можем в Google Analytics можем внутри персонализа смотреть в аналитическом инструменте. Наблюдаем сколько раз данный сегмент случился, состоялся. Сколько было посетителей из Казахстана либо сколько было посетителей из Санкт-Петербурга от 30 лет мужчин. Сколько раз этот сегмент сработал, какой уровень конверсии по каждому сегменту и какой уровень отказа. И мы очень легко можем посмотреть, что было до персонализации и что стало после персонализации. Грубо говоря, раньше у нас средний показатель отказов был 86%. После того, как мы сделали такие сегменты и начали им показывать различные баннеры, различные спецпредложения, уровень конверсии сократился на 20%. Показатель отказов сократился на 20%, а уровень конверсии возрос. Либо наоборот. Тут никто не застрахован от того, что в принципе может быть и наоборот. Мы можем составить сегмент, персонализировать действия, но мы можем быть и неправы. И система аналитики нам сразу покажет, что у вас раньше, до того, как вы применяли эти персонализированные действия, гораздо лучше все было. Показатель отказов был ниже, показатель конверсии был выше. Поэтому необходимо обязательно это дело анализировать, прямо в систему персонализ смотреть. Если мы видим там красные стрелочки, что что-то ухудшается непосредственно по сегменту 1, 2 или 3, то мы вмешиваемся сразу же и оптимизируем данные сегменты. Поэтому, если вкратце еще раз пробежаться, весь процесс персонализации строится из следующих шагов. Анализ данных, построение сегментов посетителей, подгонка контента непосредственно действия и наблюдение и оптимизация. Значит, в системе персонайз собственно для данных шагов придуманы специальные модули, которые на каждом шаге используются. А именно, первый модуль это аналитика, причем такая проактивная аналитика в реальном времени, которая позволяет вам выявлять сегменты, выявлять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на сайтах и решать эти проблемы. Второе, это продвинутый механизм сегментации. Вы можете отсегментировать по совершенно различным метрикам, по совершенно различным показателям. Я чуть дальше покажу, какие есть встроенные метрики для сегментации, а можно также еще использовать сторонние системы, по которым мы можем сегментировать. Я привел пример с социальной сетью, что можно получать данные из социальной сети. Можно связать систему Personize, там в системе Personize есть открытый API, но там уже это будет посложнее, мы сегодня это не будем проходить, это может быть на других мастер-классах до более уже такого продвинутого уровня. Можно через систему API связать систему Personize с вашей CRM системой и брать данные оттуда. Если он что-то раньше уже у вас покупал и эта информация содержится в CRM системе, даже пусть он покупал в офлайне или еще где-то, то эту информацию вы можете взять с CRM и на основании ее строить сегменты. Значит, продвинутый механизм персонализации, мы сейчас чуть попозже зайдем в интерфейс, я вам покажу, что вы можете персонализировать практически все, что угодно. Можете заменить шаблон WordPress. Тем посетителям, которые пришли из Казахстана, мы покажем не template 1, а template 2. Либо можем изменить картинку, здесь видите image, либо запустить какой-то JavaScript, 3Direct, какое-то pop-up окошечко можем показать. Значит, можем что-то сделать в Facebook, допустим. Если пользователь дал нам, он зашел на наш сайт, залогинился под Facebook и дал нам согласие на использование его информации, мы в принципе можем ему даже присылать через Facebook персонализированные сообщения. С днем рождения через Facebook поздравлять. Также можно персонализировать email рассылки. Система Personize уже работает с MailChimp не нужно через API ничего настраивать, там уже все интегрировано, MailChimp интегрирован. И вы можете рассылать персонализированные сообщения для конкретного сегмента посетителей. Допустим, те, кто зарегистрировался на курс, я не знаю, те, кто зарегистрировался на нашу конференцию 7 июня на Conversion Phone, вот именно этим посетителям мы ровно через год или ровно когда следующее мероприятие по оп-аналитике у нас будет проходить, именно им мы разошлем персонализированное сообщение, которое будет гласить, уважаемый Петр Сергеевич, вы зарегистрировались на мероприятие Conversion Conf, поэтому именно для вас мы предлагаем другое какое-то мероприятие, посвященное веб-аналитике. Мы знаем, что вы уже обладаете такими-то знаниями, потому что вы конференцию посетили, а для продвинутого уровня, именно для вашего уровня мы предлагаем Advanced курс по Google Analytics, допустим, и можем такое персонализированное сообщение отправлять. Можем изменять стили различные, можем заменять телефонные номера, я вам сегодня тоже прямо на практике покажу, но сейчас в двух словах расскажу, для чего это нужно. Мы это часто используем для анализа эффективности той же самой контекстной рекламы, когда конверсию трудно посчитать, а все заказы идут через телефон, поэтому мы можем подменять телефонный номер в зависимости от, допустим, источника трафика. Если пользователь пришел с новостной рассылки, мы ему показываем номер 1234567. Если он пришел с Яндекс.Директа, мы ему показываем номер 7654321. Другой телефонный номер. В зависимости от того, по какому телефонному номеру идет звонок, мы четко понимаем, какой рекламный канал сработал. Либо это Google AdWords, либо это Яндекс.Директ, либо это органический трафик, либо это новостная рассылка. А виртуальные телефонные номера, сами знаете, мы часто покупаем на Mango.Office, на mango.ru. Покупаете телефонный номер любого города, хотите Новосибирск, хотите Санкт-Петербург, хотите Москвы, и подменяете эти телефонные номера в зависимости от источника трафика. А ставите редирект на ваш основной телефонный номер, где у вас операторы сидят. И в дальнейшем в логах заходим прямо в Mango.Office, и мы видим, сколько звонков было по каждому телефонному номеру. И тем самым мы четко понимаем, сколько денег мы потратили в контекстную рекламу, и сколько денег мы получили, сколько звонков мы получили по каждому непосредственному направлению. И мы сейчас практически для каждого заказчика такой анализ делаем. накопилась довольно-таки большая статистика, что позволяет сделать определенные выводы. Я сейчас не буду говорить ни об одной системе, плохо, хорошо, я просто скажу, что иногда разница при одном и том же рекламном бюджете в разные каналы интернет-рекламы, например, Яндекс.Директ, Google AdWords, либо в Бегун, по разным таким рекламным каналам, в 6, а то и в 10 раз отличие. При одном и том же количестве звонков бюджет на рекламу иногда в десятки раз ниже, чем в другой системе контекстной рекламы. Поэтому это обязательно необходимо анализировать. И если у вас бюджет ограничен, он всегда ограниченный, то вы можете перенаправить бюджеты с малой эффективных рекламных кампаний, рекламных каналов на наиболее эффективные рекламные каналы. И в этом случае вы повысите уровень звонков, уровень конверсий без увеличения рекламного бюджета. И четвертое это тестирование и оптимизация. То, что мы сказали, персонализация это не панацея. Мы тоже прекрасно это каждый день видим, что не все наши гипотезы срабатывают. То, что мы можем создать какой-то сегмент и показывать ему персонализированное какое-то сообщение, это не всегда приводит к росту уровня конверсии, не всегда приводит к снижению показателей отказов. Поэтому обязательно нужно не просто персонализировал и забыл, а обязательно нужно потом анализировать каждый конкретный сегмент, оптимизировать каждый конкретный сегмент и обязательно удалять неэффективные сегменты, которые не работают. Значит, что нужно для того, чтобы начать работать в системе персонализ? Это один из часто задаваемых вопросов. Первое, что вам нужно, это зайти на сайт персонализ.ком либо российская версия персонализ.ру, регистрируйтесь там, выбираете тарифный план, есть бесплатный тарифный план, есть тарифный план от 59 долларов, самый большой, по-моему, 290 долларов в месяц. Но это редко кому нужно, это очень большим порталом, у которых огромный трафик. То есть система персонализ работает на серверах Амазона, это специально выбранные высокоскоростные сервера, чтобы у вас сайт не подтормаживал и чтобы никогда не подвисал. И эти сервера необходимо оплачивать, причем оплачивать в зависимости от величины трафика на вашем сайте. Поэтому чем больше трафик на вашем сайте, тем больше показов, тем выше стоимость и системы. Зачастую средним сайтом достаточно минимальных тарифов, но первый месяц вообще бесплатный, даже не нужно кредитную карту вводить, просто зарегистрировались и используете первый месяц совершенно бесплатно. Со второго месяца можете перейти на минимальный тарифный план, там за 50 долларов, и 90% средних компаний, средних сайтов этого будет достаточно. Значит, зарегистрировались в системе, ввели адрес вашего сайта, вам система персонайз выдает код. Так, я вижу, поступил вопрос. Есть ли возможность персонализации по истории просмотра каталога по товарам, которые были добавлены в корзину, в избранное сравнение, как настраиваются алгоритмы персональных предложений, есть ли возможность автоматически персонализировать дайджесты с использованием MailChimp. Да, спасибо, Кирилл, за вопрос. Значит, давайте по порядку, тут у вас в одном вопросе сразу их несколько штук, поэтому отвечу по порядку. Значит, есть ли возможность персонализировать по истории просмотра каталога? Да, в зависимости от того, какие разделы каталога пользователь смотрел, вы уточнили, что вы чуть позже присоединились, поэтому немножко повторюсь, если пользователь интересовался, допустим, на сайте турфирмы направлениями Испания, он ходил по страницам, посвященные Испании, на основании этих данных мы можем строить какие-то спецпредложения, мы можем ему какой-то баннер показать по Испании непосредственно, поэтому по истории просмотра каталога мы можем сегменты строить. Можем строить сегменты не по текущей его сессии, а по действительно его истории, что он делал в прошлом. Вот хороший пример для сайта, посвященный аренде автомобилей. Если в файлах Куки у пользователя сохранилась информация, что он просматривал дорогие автомобили элитные, Bentley, Mercedes, BMW и так далее, при следующем заходе мы ему прямо, не важно куда он попал, пусть он попадет даже на главную страницу, мы ему не будем уже Deo Matisse предлагать со скидкой 5%. Мы знаем, что это клиент, который интересуется дорогого класса автомобилями. Мы ему покажем лучше какие-то предложения непосредственно те, которые его могут заинтересовать. На первый вопрос ответ да. Можно по истории просмотра подкаталога, по товарам, которые были добавлены в корзину, тоже можно. Да, в зависимости от того, что посетитель добавил в корзину. Более того, знаете, такую технологию ремаркетинг в Google AdWords применяется. Если пользователь добавил товар в корзину, но не оплатил его, вы можете, но сейчас эта функция доступна и в Google Analytics тоже, они ее тоже прикрутили, и в Personize это уже давно доступно. Вы можете выгрузить списки ремаркетинга. Вы можете выгрузить списки ремаркетинга тех посетителей, которые добавили товар в корзину, но не дошли до процесса конверсии, дошли до покупки. Вы выгружаете эти списки ремаркетинга и в Google AdWords запускаете рекламу, вот ремаркетинг, который называется. И вы сможете именно вот этому сегменту посетителей, которые добавили товар в корзину, но не совершили покупку, вы можете вернуть его обратно. То есть пользователь будет ходить уже по каким-то другим сайтом, где размещается реклама Google AdWords, читать новости, читать информацию в социальных сетях и будет видеть вашу информацию, что вот, а вы не забыли купить вот эти часы, или вы не забыли купить вот этот курс, которым вы интересовались. Кроме того, если мы видим, что он в корзине дошел до раздела доставка, но именно там прервал цепочку конверсий, ушел с корзины, то скорее всего, что его отпугнула доставка. Посмотрите, что у вас там написано, может быть, у вас там напишут, что доставка будет через две недели, а ему через две недели уже это не нужно. Поэтому именно этому сегменту посетителей мы можем в Google AdWords при помощи ремаркетинга показывать, что у нас время доставки снижено на три дня. Регистрируйте сейчас и завтра вы получите ваш товар. То есть можно, да, в зависимости от того, что он добавлял в корзину, можно строить сегменты. Дальше, как настраиваются алгоритмы персональных предложений? Это я еще не дошел до этого, это я вам прямо на интерфейсе покажу. Есть ли возможность автоматических персонализированных дайджестов? Да, в MailChimp есть автоматическая отправка, а при помощи MailChimp, ой, при помощи персонайза вы можете эти дайджесты персонализировать. Но в MailChimp там уже есть встроенные персональные варианты, видели там, там можно имя там подставить, но это так по мелочи. Имя подставить, можно различные списки рассылок делать и так далее. А при помощи персонайза вы можете именно персонализировать их по тому, что он у вас купил в интернет магазине, каким разделом на сайте интересовался, вытащить информацию из CRM, вытащить информацию из социальной сети и на основании этого уже делать такие автоматизированные рассылки через MailChimp. Надеюсь, полностью ответил на ваш вопрос, поэтому вернемся к презентации. Получаете JavaScript код и вставляете его на ваш сайт, в шаблон вашего сайта, в template, как Google Analytics вставляли код, туда же вставляете перед закрывающим тегом body вставляете код персонайза. Все, на этом настройка вот именно кода заканчивается. Потому что я часто сталкивался с вопросом, когда говорят, что наверное это так сложно, это нужно написать техническое задание на персонализацию, потом отдать программистам, программистам проанализируют, просчитают сметы, это будет занимать 6-12 месяцев на такую персонализацию, это нужно будет кодить, это нужно будет подвязываться под программистом, потому что когда нужно будет что-то поменять, допустим, не этому сегменту показывать какие-то другие баннеры, то мы сами это уже сделать не сможем. Это нужно будет опять идти к программистам, опять им писать техническое задание, а не опять выставить смету. Вот такое опасение, оно оправдано. Если это использовать не облачное решение, а напрямую, допустим, там, я не знаю, персонализировать через написание кодов, чтобы программисты писали коды и непосредственно в сайте делали такую персонализацию, основываясь на данных веб-аналитике, основываясь на данных того же там Пивика или Гугл Аналитикса, и делали вот такие вот самописные сегменты на PHP, вот здесь действительно вы бы подвязались. В случае с облачным решением вы регистрируетесь на сайте, берете код, вот этот вот JavaScript на сайт и вставляете шаблон вашего ресурса и все остальные настройки уже делаются внутри системы персонализ. Я вам сегодня это покажу. Так, Кирилл пишет спасибо за ответ, возможность понял, непонятно в каком виде. Говорили о спецпредложениях, о баннерах, о связке с ремаркетингом. Нашу компанию прежде всего интересует формат вывода персональных предложений в интерфейсе, в рассылке. Именно не на основе сегмента, но на основе уникальной для этого пользователя истории. eBay, Amazon. Так, формат вывода персональных предложений. Да, я еще до этого не дошел. Мы когда сейчас перейдем в сам персонайз, в сам интерфейс, я вам покажу. Мы говорили, что сначала необходимо создать сегменты, кому показывать персонализированное сообщение, а потом сделать действие, что нужно делать для этого сегмента. Поэтому формат вывода мы как раз там и разберем, что мы сможем делать. Показать баннер такой-то, отправить персонализированное сообщение тому-то, написать через Facebook сообщение, опубликовать на его стене что-то, если он дал согласие на этом. То есть какие действия мы будем делать для каждого конкретного сегмента. Значит, дойдем до этого обязательно. Вставили код в шаблон вашего сайта. Если не хотите персонализировать весь сайт, то вы можете персонализировать непосредственно те страницы, которые вам необходимы. Для этого вы код вставляете только на эти страницы. Кстати, еще такой тоже важный момент. Мы когда говорили про тарифы, я вам говорил, что тарифы зависят от величины трафика на сайте. Тоже часто спрашивают, а если у меня, допустим, минимальный тариф, либо вообще бесплатный тариф, а трафик, миллион посетителей в день или в месяц, что, я дойду до определенного лимита, и потом мой сайт перестанет работать? Нет, это не так. Вы дойдете до определенного лимита, и после этого у вас сайт станет неперсонализированный. То есть, какой он у вас был до персонализации, такой он у вас и останется после того, как вы дошли до этих лимитов. Если вы хотите расширить эти лимиты, то вам необходимо будет перейти на более дорогой, более трафикозатратный пакет. Поэтому, если не хотите персонализировать весь сайт, а у вас трафик на сайте большой, хотите персонализировать только одну страничку, поэтому можете воспользоваться тем же самым бесплатным пакетом, поставить на одну страничку этот код, и тогда у вас трафик будет считаться только по показам именно этой конкретной странички. Значит, далее. Сегменты и персонализированные действия. Вот то, что Кирилл спрашивал, мы сейчас как раз к этому скоро перейдем. Значит, сегменты. Группа посетителей сайта с одинаковыми характеристиками. Вы можете сегментировать трафик на более чем 60 готовых метриках, которые уже встроены в персонализ. Мы говорили, что можно метрики эти брать извне, из CRM, из социальных сетей, из других каких-то допустим, хотите брать данные из сервиса, который занимается анализом позиций в поисковых системах или еще что-то. Хотя в Google персонализе там тоже вы можете в аналитическом инструменте посмотреть позицию вашего сайта, откуда был трафик, с какой позицией в поисковой системе. Но вот вдруг вам потребуется связать с каким-то инструментом. Вы можете это сделать. Но по умолчанию уже есть более чем 60 метрик, основываясь на которых вы можете строить персонализированные действия. А именно давайте некоторые пробежимся. Поведение посетителей. Когда он вошел на ваш сайт, в какое время. Входная страница, страница входа, среднее время проведения на сайте, всего время в фокусе. Допустим, если пользователь находится на сайте более 5 минут, мы ему совершаем, делаем персонализированные действия. Мы ему показываем развернутое окно онлайн-саппорта, онлайн-поддержки. Мы видим, что он на сайте долго, он именно в фокусе долго, а не просто ваш сайт висит где-то в открытых вкладках, а сам он читает какой-то другой ресурс изучает или в социальной сети сидит. Мы видим, что именно на нашем сайте он в фокусе какое-то долгое время просматривает страницы, и тогда мы ему развертываем этот онлайн-саппорт и говорим, что может быть вам чем-то помочь, может вам что-то непонятно. Вот этот показатель Total Time and Focus, значит, действия какие-то на сайте, нажатие на кнопку, просмотр видео и так далее. Всего время на странице, процент времени в фокусе, процент страниц, которые потеряли фокус, то есть ушли, SSL Connection, перезагрузка, страниц, кто-то на F5 нажимает, по каким-то конкретным ссылкам переходит. Можем по email компаниям, опять же, то, откуда пришел, по IP посетителю, по ID, по ID, это нужно, чтобы откуда-то из, например, с Facebook или еще откуда-то это ID брать. Значит, количество сессий, первый раз он пришел на ваш сайт, второй, пятый, десятый, неважно, можно сказать, о, вы здесь, Петр Сергеевич, вы десятый раз на нашем сайте, вам приз, я не знаю, и так далее. Из какой страны пришел, с какого региона, с какого города, с какого континента, по типу посетителя, новый, вернувшийся, время после последнего визита, язык, язык браузера, рекламная кампания. Так, вопрос от Юрия. Чтобы поставить баннер, нужно рисовать макет страницы с баннером и как-то интегрировать его с персонажем. Нет, Юрий, вы немножко не правы. Чтобы поставить баннер, нужно выделить контейнер, я вам сегодня это покажу, нужно выделить часть на вашем сайте, нажать на правую кнопку, нажать, изменить эту картинку на другую, загружаете новую картинку и именно эта картинка будет показываться тому сегменту, для которого она предназначена. Для этого не нужно будет рисовать разные макеты, ставить разные там, разные страницы, разные дизайны и так далее. Не нужно это будет делать, я вам сегодня покажу еще попозже. Значит, страницы, какие страницы он посетил, просмотрел, по какому ключевому слову пришел, по временному трафику он пришел, использовал ли внутренний поиск по сайту, по каким реферальным ссылкам пришел, с каких доменов пришел, по каким реферальным ссылкам, по целям можно сегментировать, с каких операционных системах, с каких браузеров, с каких платформ, с каких мобильных устройств, разрешение экрана, какое разрешение экрана у него, множество метрик, вы их можете здесь видеть, и можно приконнект с фейсбуком и брать информацию и сегментировать по дню рождения. Заходит, представляете, заходит на ваш сайт кто-нибудь, у кого сегодня день рождения, а вы ему говорите, о, Петр Сергеевич, поздравляем вас с днем рождения, дарим вам сегодня подарок. При заказе чего-то мы вам еще бонусом, во-первых, обернем красочную праздничную обертку, плюс еще вам подарим еще как-то что-то дополнительное. Значит, по региону, где он сейчас находится, там видели, в фейсбуке, можно же устанавливать, даже если я проживаю, допустим, в Санкт-Петербурге, но в настоящее время нахожусь в Сан-Франциско, я могу поставить, что да, я сейчас в Сан-Франциско, и в зависимости от этого можно тоже сделать персонализацию, строить такие вот сегменты. Значит, по полу, по возрасту, по... мы решаем, замужем, не замужем, политические взгляды, по интересам, по году за окончание института, по тому, на кого он учился и так далее. То есть, по множеству метрик можно уже строить такие вот сегменты. И после того, как мы построили сегмент, мы создаем персонализированное действие. Вот здесь вот справа вы видите, что тут по умолчанию есть. Вы можете поставить, заменить картинку, то, что я говорю, в JavaScript, email, что-то опубликовать в Facebook. Давайте сейчас перейдем непосредственно в сам интерфейс системы Personize. Так, я не очень понимаю, почему. вы сейчас видите все еще мою презентацию, да, я так понимаю. Пока еще не переключилась. Пока еще не переключилась. Сейчас вам мне нужно показать... О, отлично. Так, теперь вы видите браузер. Так выглядит система Personize. давайте начнем с самого начала, с дешборта. Пока система еще не переведена, но в принципе здесь нет ничего такого хитрого, что непонятно без перевода. Значит, панель управления. Так, вопрос от Кирилла. Это все действие? Replace Item Product. Да, это действие. Replace Item, да, заменять товары в каталоге на рекомендуемость для пользователей сегмента. Да, давайте я вам сейчас прямо на практике это все продемонстрирую, как это по шагам делается. Допустим, вот недавно мы проводили семинары, цикл семинаров по веб-аналитике, по повышению онлайн-продаж в Казахстане, в Алматы. Приехали в Казахстан, но столкнулся с тем, что вот у нас есть сайт seostady.ru вот, я не знаю, вы его сейчас видите, нет? И здесь так, не переключился у вас. Почему-то долго переключать. Да, вот, сейчас переключился. Видите, да, здесь стол-фри телефонный номер, но он доступен для звонков только по России. Здесь цены в рублях, здесь очные семинары в Санкт-Петербурге и в Москве. Однако, вы же четко понимаете, что, во-первых, вот по этому стол-фри номеру из Казахстана нам не дозвониться. Во-вторых, у них они привыкли в тенге, но в крайнем случае в долларах. Трудно многим сориентироваться в российских рублях. И четко понимаете, что в Москву и в Санкт-Петербург они очень вряд ли полетят пять часов лететь, чтобы посетить какой-нибудь бесплатный семинар по интернет-маркетингу, который четыре часа длительностью. Поэтому, что мы им сделали? Мы им, вернее, не им, а для них, для посетителей из Казахстана сделали специальный сегмент. Вот давайте прямо при вас я его и создам. Нажимаю Create Segment, Create Segment. У вас идет небольшая задержка. Пишу название этого сегмента. Допустим, посетители из Казахстана. Написал название. Далее я выбираю Visitor Properties выбираю город. Допустим, хочу посетителей из Алматы. И выбираю страна Казахстан. И, кстати, тоже вот в персонажи есть выборка по городам. А в том же самом Google AdWords они очень жаловались, что нету в базе данных. Невозможно таргетировать рекламу, невозможно проанализировать рекламу по городам Казахстана. Видите, здесь в персонажи можно выбрать Алмату, другие города именно Казахстана. Поэтому выбираем Алмату. Выбираем все варианты. Нажимаем на кнопочку данных. Можем добавить еще дополнительно какие-то сегменты. Посетители из Алматы и те, кто, допустим, я не знаю, пришел по какому-то ключевому запросу. Можем добавить, чтобы и оператор и данный сегмент будет работать только для тех посетителей, кто пришел из Алматы и только тех, кто пришел по определенному ключевому запросу. Семинары по Google Analytics. В данном случае мы его не будем делать, но в принципе это возможно. Нажимаете на плюсик и добавляете дополнительных вариантов. Нажимаем Save and добавить action. Сохранить и добавить персонализированное действие. Теперь видите, здесь плюсик есть добавить действие. И вот для действий что мы здесь можем? Можем визуальный редактор, вот я сейчас его использую сим. Можем настроить редирект, можем показать какое-то pop-up окно, можем заменить изображение, стиль, HTML-код какой-то добавить, персонализированный email отправить, можем шаблон WordPress заменить, в Facebook что-то делать. Давайте я вам покажу для наглядности как это выглядит в визуальном редакторе. Я сейчас запускаю визуальный редактор, он меня начинает подгружать, но у меня сейчас еще интернет перегружен этой системой вебинаров, поэтому немножко долго. Значит, что я могу здесь поменять? Могу поменять здесь телефонный номер, но сразу оговорюсь, я сейчас не буду это делать и объясню почему, я это сделаю другим действием. Если я заменю именно в этом блоке телефонный номер, то он именно в этом блоке и заменится. А вы же в одном месте на сайте, он у меня на каждой странице, внизу, наверху, в тексте вставлено еще, что вот вы можете позвонить по такому телефонному номеру. Если я захочу, чтобы на всем сайте телефонный номер менялся, я вам чуть попозже покажу, это мне нужно будет реплей с текста сделать, он нашходит именно вот этот телефонный номер и заменяет на другой телефонный номер. Значит, что я персонализирую именно сейчас, именно здесь. Ну, во-первых, я меняю цены на цены в Тенге. В Тенге это будет в районе 160 тысяч тысяч Тенге. Тенге. И вместо очных семинаров в Москве и в Санкт-Петербурге логичнее показать очные семинары в Казахстане. В Казахстане. Ну, естественно, эти блоки я тоже заменяю, что это будет не круглый стол там в Москве, а какие-то мероприятия из Казахстана. Прям беру, меняю то, что мне необходимо. Значит, сохраняю. Сохраняю данное действие. Тут же я могу проверить, поскольку у меня сейчас IP-то не Казахстан, я могу сразу же проверить, как они будут видеть данный непосредственный сегмент. Когда они придут на этот сайт из Алматы, они увидят курс SEO за 160 тысяч тенге, и они увидят очные семинары в Казахстане. Теперь я хочу заменить телефонный номер. Но телефонный номер я хочу заменить на всем сайте. Поэтому я не выбираю визуальный редактор и заменяю в одном месте, а я выбираю Replace Text. Значит, замена телефона, замена телефона. И выбираю, какой кусок текста искать. Допустим, выбираю свой телефонный номер 555-10-98 и вставляю его сюда. Искать текст 555-10-98 и на что заменить. Допустим, заменю его на другой свой телефонный номер 332-53-06. То есть искать этот текст на всем вашем сайте. У вас так меняется, потому что движок сайта поддерживает. Как быть, если самописный движок? Юрий, хороший вопрос. Тут нет привязки к движку. Нет привязки никакого. Пусть это будет самописный движок, пусть это будет Bittrex, пусть это будет Joomla, WordPress, самописный движок. Тут нет привязки непосредственно к CMS системе. Тут просто привязка к HTML. Вы задаете персонайзу, чтобы он между тегами div искал ваш один телефонный номер и заменял его на другой телефонный номер. Еще раз повторю, здесь нет привязки ни к одному движку. Попробуйте на вашем самописном движке, у вас будет ровно то же самое. Поэтому исчу текст 5551098 заменяю на 332-5306. сохраняю. Так, и проверяю замену телефонного номера. Видите, да, здесь был телефонный номер 5551098. он его и на всем остальном сайте он его заменил на телефонный номер 332-5306. Можно заменить полностью телефон вместе с, ну, если есть телефонный номер Казахстана и так далее. Так, и сейчас вопросы, вопросы. То, что вы до этого на сайте меняли. Да, Юрий, именно то, что я до этого на сайте менял, после того, как вы установите код персонайза, вам необходимо будет зайти в, вот сюда, ну, создать сегмент, создать действие, выбрать вот этот, вот, визуальный редактор, и вы точно так же сможете менять на вашей самописной CMS. Кирилл спрашивает, пытаюсь понять, работаете ли вы с товарной базой, replace item product, также не вижу работу по созданию алгоритмов связи между товарами и рекомендованными с тем, вот эти данные по товарам, это берется из вашей CRM-системы, больше работает с элементами сайта, HTML-шаблонами, работает с товарами, нет, Кирилл, не совсем так, смотрите, с интернет-магазинами, очень вам рекомендую, мы все видеоролики, мы сейчас просто не успеем это разобрать, мы все видеоролики обучающие перевели на русский язык, если зайдете на сайт personize.ru и выберите видеоинструкции, вы сможете посмотреть видеоинструкции для анализа и вот именно для подмены карточек товаров, там можно сделать что, можно выбрать определенный контейнер, потому что это очень большая тема, мы сегодня ее не успеем разобрать, можно выбрать непосредственный контейнер, можно даже цены менять в зависимости от каких-то конкретных действий, давайте я вам покажу, где это вы можете посмотреть, personize.ru на .com там все на английском языке, на personize.ru вы можете посмотреть, как это на практике делается на русском языке, так, ниже обучающее видео, здесь, а, так, Кирилл пишет, все, понял, так, и здесь вы посмотрите, вот, замена непосредственно цен, можно, как анализировать эти самые цены, выделяете цену в качестве определенного контейнера, и можно эту цену даже менять в зависимости от определенных факторов, если это у вас вернувшийся покосититель, он уже у вас что-то раньше покупал, вы ему сразу же можете зачеркнуть одну цену, поставить другую, так как вы у нас уже пятый раз что-то покупаете, вот вам цена такая, либо от каких-то других параметров, пришел он из фейсбука, эта девушка, я не знаю, и вам понравилась эта девушка, вы можете именно ей потом все товары бесплатно сделать, ну, разные, делаете сегмент, и именно под этот сегмент вы заменяете непосредственно, да, вот этот видеоролик вам нужно будет посмотреть, HTML Loader, загрузка контента с других страниц, вы можете прямо менять карточки товара. Дальше, так, показал я вам, что заменился телефонный номер, еще важный момент, да, я вам сейчас на практике показал для Казахстана сегмент, сейчас, чтобы мне потом с ними не запутаться, я их удалю, чтобы они у нас не работали, и покажу еще один пример, который часто используется, а именно подмена допустим, того же самого телефонного номера, что я вам говорил, в зависимости от источника трафика, допустим, вы делаете какую-то email-рассылку, либо используете рекламные каналы Яндекс.Директ и Google AdWords, и вы хотите проанализировать, сколько звонков было. Как это сделать? Создаете новый сегмент, здесь выбираете, а, да, вам сначала необходимо протегировать, чтобы сегментировать посетителей по определенному параметру, например, те, кто пришел с email-рассылки или те, кто пришел с Яндекс.Директа, вы заходите в инструмент компоновщик URL, наверняка вы его прекрасно знаете от Google, набираете в компоновщик URL, выбираете сайт, куда вы будете сводить посетителя с рассылки, источник компании прописывать, я написал newsletter, канал компании, я написал баннер, и название компании, я написал сегодняшнее число, чтобы проанализировать, 29.04.2013 года, нажал отправить, и он мне прям автоматически протегировал ссылку, которую я вставляю в рассылаемое сообщение, значит, в этой ссылке все эти операторы есть, UTM Source Newsletter, UTM Medium Banner, UTM Campaign 29.04.2013, поэтому я беру какой-нибудь кусочек данного кода, например, Newsletter, UTM Source беру, иду в Personize, и создаю те пользователи, которые посетили страницу Page Visited, так, ну, во-первых, название я должен написать, посетители, посетители с рассылки, здесь создаю опять же, посетители с рассылки, это для себя Full Urls, то есть, адрес contains содержит, и что содержит, содержит Newsletter, то, чем я тегировал, если вы хотите проанализировать Яндекс.Директ, вы можете в Яндекс.Директ поставить автоматическую пометку метками OpenStat, и те пользователи, где в Urls содержат метку OpenStat, вы им можете показывать уникальный телефонный номер. В данном случае, посетители с рассылки, адрес содержит Newsletter, и я это ставлю не для текущей страницы, а для всей сессии, потому что я хочу их полностью анализировать. Если я оставлю CurrentPage, то только на одной странице, куда посетители попали, допустим, я буду менять телефонный номер, а мне необходимо проанализировать вне зависимости, сколько страниц он посетил, чтобы все телефонные номера на всех страницах и для этого сегмента заменились. Поэтому я ставлю CurrentSession, нажимаю Done, нажимаю сохранить и подставить действие, и Add Action, создаю действие. Какое я хочу создать действие? любое. Вот тут опять же можно какую-нибудь форму добавить, убрать. Кстати, сегодня мы не успеем это разобрать, но у нас на SEO-стадии это реализовано. Если вы зайдете в разделы статьи, то в разделе статьи вы увидите форму подписки на мини-курс по интернет-маркетингу. Если вы заполняете эту форму, подписались уже на мини-курс, то разумно эту форму убрать, а на место нее поставить или другую какую-то форму, например, там подписка на вебинар всем онлайн, который мы проводим. Либо предложить для тех, кто уже изучил бесплатный мини-курс, сказать, что для посетителей вашего уровня, так как вы уже мини-курс изучили, именно для вас мы предлагаем поучаствовать в бесплатном мастер-классе, потому что именно для вас это будет максимально эффективным, максимально интересно, так как вы данный мини-курс уже изучили. Ну, давайте для примера, опять же, что-нибудь возьмем, ну, можно опять же в визуальном редакторе что-нибудь поменять, можно опять же, если мы хотим изменить именно, проанализировать именно телефонные звонки, то меняем опять же телефон, поэтому пишем замена телефона для пользователей с рассылки, берем текст, что мы будем заменять, а именно 555, там 10, 98, чтобы он искал на всем сайте 555, 10, 98, и replace текст, на что мы будем заменять, допустим, мы это будем заменять, ну, я не знаю, 778-69-35 на другой телефонный номер, и нажимаем сохранить, сохранили, и делаем предпросмотр, делаем предпросмотр, телефонный номер заменился, и после того, как будут идти звонки именно по этому номеру, мы в дальнейшем зайдем в наш аккаунт MungoOffice и посмотрим, сколько именно по этому телефонному номеру было звонков, и мы четко увидим, что список рассылки, которые мы сделали, конверсии понятно, конверсии вы в Google Analytics легко отследите, либо в том же самом персонайзе легко отследите, а телефонные звонки вы отследите здесь, часто, вот у вас сейчас ни у кого не встал такой вопрос, часто задают такой вопрос на семинарах, на конференциях, если я не могу подменять телефонный номер, допустим, у меня какой-нибудь красивый телефонный номер, легко запоминающийся, и это корпоративный номер, я не имею права его подменять, поэтому как проанализировать, проанализировать очень просто, вы можете рядом с телефонным номером в зависимости от источника, то есть откуда он пришел, менять не телефонный номер, а менять промокод, сюда вставить какой-нибудь промокод YD13, те, кто пришел с Яндекс.Директ, по какому-то ключевому запросу, а менять на какой-то другой промокод Google A25, пришел с Google Analytics, с Google AdWords, поэтому вот такие персонализированные сегменты и действия вы можете делать. В дальнейшем, как я говорил, вы можете по каждому, давайте мы опять это удалим, чтобы это точно тут не мешало, посмотрели уже, что это работает, в дальнейшем по каждому сегменту вы получаете статистику, аналитические данные. Сколько раз данный сегмент отработал, допустим, те, кто пришел там сегодня по запросу SEO. Насколько вот наши, вот видите, я вам приводил пример, наш сегмент, который мы там указали, он не сработал, он уровень конверсии даже снизил немножко и показатель отказов увеличил. То есть, вот этот сегмент мы будем обязательно сегодня прямо корректировать, потому что данный сегмент он не сработал. Но есть другие сегменты, подписка на рассылку, то, что мы вместо одной конверсии, подписка на бесплатный мини-курс, мы благодаря подмене вот этой формы подписки на рассылку, мы генерируем не одну конверсию, а несколько конверсий, и подписку на рассылку, и в следующий раз, когда он заходит, он второй раз уже на эту самую рассылку не подпишется. Зачем? Он уже получает ее. Поэтому мы пытаемся сгенерировать вторую конверсию с одного и того же посетителя. Поэтому такие штучки, они, видите, уровень конверсии по некоторым сегментам достигает 300 и более процентов. Приведу, опять же, пример. не так давно мы сегментировали и персонализировали сайт строительной компании, у них была проблема, это мы веб-аналитике быстро выявили. Сначала у них стоял Google Analytics, мы просто проанализировали у них там, а потом поставили персонайз и еще раз досконально убедились, и прямо в инструменте Live Visit мы это смогли исправить. Здесь, видите, есть в инструменте Live Visit. значит, какая была проблема пользователей, которые приходили по ключевым запросам на сайт строительной компании, где содержалась цена, то есть, купить кирпич цена, цена кирпича красного, неважно какие запросы, но там содержится слово цена, кост, стоимость и так далее. Показатель отказов по этим запросам был очень большой, а уровень конверсии, они мерили за конверсию, ну вот они мерили телефонные звонки и мерили за конверсию загрузку их прайс-листа. Уровень конверсии был очень минимальный под тем фразам, где содержалось слово цена. Начали анализировать, что произошло. Ну вот зашли опять же в тот же самый Live Visit и смотрели непосредственно их посетителей. Что на том сайте мы промониторили? посетители, которые приходили по ключевым запросам цена и там они находились на хороших позициях, они попадали на определенную страницу, но это сайт строительной компании, это не интернет магазин, мы сейчас его переделаем в интернет магазин, до этого там был обычный сайт информационный, попадали пользователи на страницу, но цен не было, там не было карточки товара. чтобы скачать прайс-лист необходимо было с той страницы, куда они попали перейти в раздел прайс-лист, там было штук 20 прайс-листов по каждому виду продукции, прайс-лист на кирпич красный, прайс-лист на черепицу зеленую, прайс-лист на там водостоки какие-то и так далее. Нужно было найти непосредственно прайс-лист, который нас интересует и загрузить экселевскую табличку потом открыть эту экселевскую таблицку и там еще было несколько тысяч товаров с ценами. Нужно было найти непосредственно свой товар и тогда узнать цену. То есть пользователи, которые приходили по ключевому запросу цена на кирпич красный, их вот эта цепочка действий как-то не вдохновляла, не вдохновляла и как-то они быстренько покидали сайт и уходили, не совершая конверсии, не загружая этих самых прайс-листов. Что было предложено? Было предложено следующее. Если в поисковом запросе пользователей содержится слово цена, cost, price, стоимость и так далее, мы им на сайте показываем попа-попокошечка. Помните, я вам показывал в экшенах, в действиях мы можем выбрать мы можем выбрать это самое действие определенное. Action group выбираем и здесь мы добавляем действие. И показывали им попа-покно. Вот оно здесь есть, видите, попа-поп. Те пользователи, которые приходили по ключевому запросу, связанной с ценой, внизу в страничке они видели непосредственно цену с этого самого цену товара, ссылка на непосредственный прайс-лист, если он пришел по запросу цена на кирпич или цена на кирпич красный. Непосредственно ссылка на загрузку конкретно этого прайса и в рабочее время показывался телефонный номер офиса, в нерабочее время, когда телефонный номер молчит, показывался имейл поддержки, куда они могут написать свой вопрос. уровень конверсии по тем сегментам, я как сейчас помню, от 500% и выше. То есть процент людей, которые скачивали прайс-лист, в разы увеличился. Вы же понимаете, что для таких бизнесов, строительных и так далее, пока пользователи не скачают прайс-лист, они ничего не купят, они даже звонить не будут. Поэтому увеличение на 500% загрузки прайс-листа это довольно-таки большой рост уровень конверсии. Сейчас послушайте конференции, семинары, все бьются, чтобы на 5, на 10, на 30% увеличить уровень конверсии. А когда непосредственно по определенному сегменту мы увеличиваем конверсии на 500%, это средний уровень конверсии сайта увеличивает уже больше, чем на 30%, причем гораздо. Так, давайте вернемся немножко на слайды. Время нас уже поджимает, время нас уже поджимает, поэтому будем ускоряться. Разобрали сегментацию, персонализацию. Визуальный редактор, я вам показал, визуальный редактор показал вам на практике. Еще раз повторюсь, что здесь нет привязки никакой CMS, можете прямо сейчас, можете после вебинара поставить, зарегистрироваться на Personize.com, еще раз повторюсь, не нужно вводить никаких кредитных карт, и с вас там ничего не будет списываться, регистрируйтесь на бесплатный аккаунт, берете код, вставляете на свой сайт, пусть это будет самописная CMS, пусть это будет Gittrex, неважно, вставляете, заходите, и видите, что это визуальный редактор у вас прекрасно работает. Дальше отчеты аналитические я вам тоже показал, вы видите, с какой стороны, можно более расширенно там кликнуть, просто сейчас уже не успеем это все разобрать, но в принципе вы можете на каждый сегмент кликнуть, посмотреть, с какого города, с какой страны эти сегменты выполнялись, сколько всего было выполнено раз этих сегментов, сколько из них новых, сколько вернувшихся, показатели отказов по каждому сегменту вырос, упал, из аналитики можете прямо свои сегменты составлять, прямо здесь кликаете на правую кнопку и говорите, что вот именно пользователи, например, United Kingdom, смотрите, например, большой показатель отказов, и прямо из аналитики создаете сегмент, что можно сделать, чтобы показатель отказов у него изменился. Так, дальше время в фокусе, да, то, что я говорил, показатели отказов, там, вот все остальные метрики, показать уровень конверсии и так далее, все это можете легко анализировать, то есть Personize, это как аналитический инструмент, вот я, как аккредитованный консультант по веб-аналитике, который, ну, я все-таки не первый год занимаюсь веб-аналитикой, повышением уровня конверсии, мне вот инструмент аналитический от Personize очень нравится, мало того, что он в режиме реального времени сразу показывает, но это в Google Analytics сейчас тоже доступно, показывает самое, вот мне больше нравится, это время в фокусе, тоже отличный инструмент, потому что если его не анализировать, вранья в аналитике, можно такого натворить, отличный сайт с отличным юзабилити, а аналитики такие выводы сделают, что просто основываясь не на верных данных. Значит, какие еще сегменты можно делать? Первый, пользователи Санкт-Петербурга, пришедшие по запросу полет в Италию на какую-нибудь компанию, которая занимается продажей авиабилетов. Поэтому, что мы можем сделать, я вам на следующем слайде покажу, допустим, отображать местный телефонный номер для Санкт-Петербурга и показывать спецпредложения по полету в Италию. Дальше, второй сегмент из Новосибирска, уже на сайте был более трех раз, последнее посещение более месяца назад, допустим, тоже этому посетителю, что вы можете сделать, показать специальное приветствие, добро пожаловать, там, Виктор Павлович, назад на наш сайт и показать рекламу для посетителей из Новосибирска, а не для посетителей из Москвы. Значит, другой сегмент посетителей с новостной рассылки, первое посещение, первый просмотр страниц, либо посетитель, пришедший на выходных, посмотрел более трех страниц. Кстати, вот тоже, вот я просто помню, я, когда стал консультантом по Google Analytics, кредитованным консультантом, у меня компания Google попросила проводить регулярные семинары, очные и дистанционные по веб-аналитике. Это семинар был 101, 201 и 301 Google Analytics. И очень часто на семинарах задавали вопрос, имеет ли смысл, допустим, останавливать рекламу в Яндекс.Директ на выходные, а имеет ли смысл останавливать рекламу в Яндекс.Директ ночью, какой уровень конверсии, как это проанализировать. Вот, используя вот такие вот сегменты, это проанализировать можете очень легко. Смотрите, посетитель на выходные, показали ему отдельный телефонный номер и смотрим уровень конверсии. Если он, допустим, у вас офис выходные не работает, он же запишет ваш телефонный номер на бумажку, многим просто удобнее на выходных искать. Они запишут ваш телефонный номер на бумажку, а вы-то точно знаете, что этот телефонный номер на вашем сайте показывался только в выходной день. И четко сможете сказать, что да, в выходные у меня крутилась реклама, это мне дало 20 звонков. Да, реклама крутилась ночью, это мне дало еще 10 звонков. И сами легко отвечаете на свой вопрос. Имеет ли смысл останавливать рекламу, не имеет ли смысл останавливать рекламу. Легко можете посмотреть, что реклама ночью в большинстве тематиках в разы стоимость клика дешевле. На выходных то же самое, потому что многие, кто не очень знает, как пользоваться эффективно контекстной рекламой, они не очень досконально ее настраивают, они ее настраивают, чтобы она показывалась с 9 до 6, и потом она отключалась с 9 до 6. По самым дорогим ценам они получат свой трафик, потом они отключаются, и где-то после 7, после 8 ставка за клик обычно падает. Поэтому, если вы проанализируете, что у вас действительно звонки приходят, и пользователи ищут ваш продукт ночью, выходные и так далее, и будете вот эти тонкости использовать, ясно, что уровень эффективности от ваших вложений будет гораздо выше. Значит, ну, другой сегмент, новый посетитель, другой сегмент вы можете через Facebook Connect связать с вашим сайтом и вытащить информацию по демографии, по географии, существующий ли клиент или не существующий. Другой сегмент ценоориентированные посетители, я вам приводил пример, когда мы говорили про машины, про аренду машин. Если пользователь, ну, так называем, Price Sensitive, чувствительный к цене, мы ему показываем эконом-класс машины. Если он пришел по запросу, связанный с Дешево, Deo, Matisse, Жигули, если он раньше уже был на нашем сайте и брал в аренду Жигули или Deo Matisse или еще какая-то машина не бизнес-класса, либо наоборот, если это посетитель VIP-класса, VIP-сегмента, например, пришел по поисковому запросу BMW в аренду, Mercedes в аренду, Bentley взять в аренду, либо он раньше уже был на нашем сайте и интересовался, либо он сейчас ходит по сайту и интересуется дорогими автомобилями, то мы ему показываем дорогие машины. Еще по ценно-ориентированным посетителям можно понять, эконом-класс это или не эконом, по тому, откуда он пришел, по рефералу. Есть сервисы наподобие Яндекс.Маркета, куда пользователи для чего ходят, чтобы купить самый дорогой товар, вряд ли, чтобы выбрать самый экономный вариант. Поэтому, если вы видите, что пользователь пришел с Яндекс.Маркета и ставил в качестве фильтрации, допустим, цены от минимальной к максимальной, вы четко понимаете, что это цено-ориентированный посетитель и не имеет ему смысл показывать какие-то дорогие спецпредложения. То есть, тоже можете сегменты по этому показателю строить. Другой сегмент не из России, не покупатель, заинтересован в полете в Италии. Ну и какие-то другие. И вот эти действия, я вам уже их показал, для пользователя из Санкт-Петербурга мы показываем местный номер санкт-петербургский и показатель там, я не знаю, спецпредложения из Санкт-Петербурга в Италию. Возможно, для кого-то это покажется банальным, но я вам честно скажу, что вот когда мы персонализируем особенно московские интернет-магазины, которые этот момент упускают, уровень конверсии в разы увеличивается. Смотрите, приведу тривиальный пример. Я живу в Санкт-Петербурге, я регулярно покупаю что-то в онлайне, для детей, что-то, детские какие-то товары и так далее. Я регулярно нарываюсь на московские интернет-магазины. Просто в Санкт-Петербурге по многим тематикам просто нету интернет-магазина. И я вам скажу, я лучше переплачу, причем гораздо, иногда несколько раз я лучше переплачу, но куплю в петербургском магазине, потому что я знаю, что они мне завтра все доставят. Чем я сейчас зайду на московский сайт, где будет московский телефонный номер, где я закажу, они мне почты России что-то доставят, дойдет, не дойдет, я не знаю, когда дойдет, я даже примерно представить не могу. И я уж лучше тогда в обычный магазин схожу. Поэтому, когда я встречаю интернет-магазин, и он, пускай он будет московский, я об этом даже не узнаю, он мне покажет сразу петербургский телефонный номер, я туда могу позвонить легко и спросить, когда будет доставка. Он мне покажет ближайший пункт выдачи в Петербурге, пожалуйста, тоже. Он мне может сразу спецпредложение сказать, или какой-то баннер показать, что именно в Петербург, бог с ним, пусть это будет московский магазин, но доставка в Петербург, вот этой коляски, или вот этой шампуни, или еще чего-то, тебе будет завтра или послезавтра. Сразу покажите, да, в Санкт-Петербург доставка, во-первых, возможно, во-вторых, она будет завтра, и в-третьих, вот можете звонить по такому-то телефонному номеру. Уровень конверсии в разы увеличивается. И в веб-аналитике вы, если видите такой вот момент, что у вас есть трафик из регионов, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, откуда-то, из других регионов, но конверсии нет, вы же можете легко, даже в том же самом Google Analytics, но в персонализе это еще проще сделать. Сегмент, строите сегмент, Google Analytics, расширенный сегмент, ставите расширенный сегмент, посетители из Новосибирска, и смотрите, есть трафик? Окей, есть трафик. А конверсии есть? Есть или нету? Если нету, а почему? А давайте дальше копаться, почему конверсии нет? И что мы можем сделать? В персонализе я сразу кликаю на правую кнопку, а почему? А давайте мы пользователям из Новосибирска покажем «Новосибирский телефонный номер». Увеличится конверсия? Смотрим. О, увеличились. Отлично. А что еще можно сделать? А давайте баннер поменяем. Вместо того, что там, я не знаю, спецпредложение для московского региона, повесим баннер «Доставка в Новосибирск завтра в 3 часа дня». Повесили. Смотрим. Сказалось на конверсиях? Сказалось. Не сказалось? Адаптируем, оптимизируем. И так далее. Значит, для второго сегмента мы сказали специальное приветствие. Можем там повесить рекламу для Новосибирска, крутить. В случае с этим, с ценоориентированным посетителем можно изменить фокус на странице, чтобы там пользователю показать именно то, с чем его можно зацепить. Так, ускоряемся. Время уже полдевятого, поэтому нужно ускоряться. Сегодня мы все явно не успеем, что я запланировал. Но будем стараться. Значит, можно обмениваться. Откуда еще можно брать данные для сегментации? Использовать открытый API системы Personize. Можно прямую связь остановить с базой данных установленной на вашем сайте. И можно брать информацию непосредственно с того, что посетитель делает сейчас на сайте. Либо делал раньше из файлов куки. Группы действий. Это очень большая тема. Мы сейчас только ее вкратце разберем. Для чего, в принципе, группы действий нужны? Мы, когда в интерфейс переходили, возможно, вы обратили внимание, там рядом с аналитикой была Action Group. Вернее, рядом с набором действий было еще Action Group. Для чего группировать действия? Мы с самого начала затрагивали, и у, по-моему, у Юрия был вопрос про, что такое сплит-тестирование. Я вам говорил, что в системе Personize вы можете проводить сплит-тестирование, не генерируя различные варианты целевых страниц. Как это делается? Вы создаете группу действий, и в этой группе действий вы различные действия показываете различным сегментам посетителя. И смотрите, какой из сегментов работает лучше. Сам тогда последовал вопрос, нужно ли генерировать различные варианты страниц. Когда я вам показывал визуальный редактор, для сплит-тестирования все работает один в один, как в этом визуальном редакторе. Мы зашли, мы выделили определенный блок на вашем сайте, например, телефон или призыв к действию какой-то, или текст, или вот этот блок с ценой. Выбрали блок с ценой, и на что его заменить? Заменить его на... Давайте еще раз покажу, как это выглядит в визуальном редакторе. В визуальном редакторе. Так, сейчас вы еще видите до сих пор. Так, вы еще видите до сих пор презентацию. Так, почему-то с небольшой задержкой происходит. Так, вот, переключилось, да, у вас на браузер, и сейчас вы увидите визуальный редактор. Да, вот, визуальный редактор. Я его, прямо вот, допустим, навожу на картинку, и здесь, видите, есть Change image. И выбираю другую картинку того же самого размера. Просто URL сюда вношу. В случае с контент-экспериментом в Google Analytics мне нужно было что сделать? Мне нужно было сделать один в один такую же страницу, один в один. но вот эту картинку заменить на вторую. В случае со сплит-тестированием в системе Personize вы в визуальном редакторе выбираете, нажимаете Change image, либо вот здесь вот что-то меняете, либо здесь какие-то блоки убираете, и проводите то же самое сплит-тестирование. То есть, где, какой вариант вам приносит больше продаж, приносит больше конверсий. группы действий сейчас не успеем уже разобрать. Но это в основном требуется именно для тестирования. Вот так и называется ротация и тестирование. Вы в этих группах делаете различные варианты, заменяете одну картинку на вторую, и она ротируется. Там какому-то проценту посетителей показывается первый вариант, какому-то проценту посетителей показывается второй вариант. Так, дальше. Расширенные действия. Я вам показал в самом интерфейсе, что можно использовать. Можно использовать замены картинок, замены шаблонов в WordPress и так далее. Значит, симулятор. Симулятор, он нужен для чего? для определения тех самых контейнеров. Это тоже огромнейшая тема. Очень много информации есть в этих бесплатных переводных материалах на сайт Personize.ru, когда зайдете, выбираете видеоуроки, и там вы несколько прямо длинных видеоуроков на русском языке по работе с симулятором. Поэтому мы сейчас только очень вкратце разберем, как работает симулятор. Вам необходимо в симуляторе выбрать определенный контейнер, например, где указывается итоговая цена. И потом вы эту цену можете использовать для построения сегментов. Допустим, если у пользователя итоговая цена получилась больше 10 тысяч, вы именно этому сегменту пользователей можете предложить бесплатную доставку. Поэтому вы в контейнере, вы в контейнере указываете цену, total price, у вас на сайте выделяете, что в этом разделе у вас указывается total price, и вам необходимо его занести в этот контейнер. и дальше на основании этого строите сегмент. Если у пользователя в этом контейнере цифра выше 10 тысяч, мы ему предлагаем бесплатную доставку. Еще раз повторю, мы сейчас на практике не успеем отработать. Это рекомендую пойти на Personize.ru и посмотреть видео уроки по контейнерам. Отслеживание Live Visits. Вспомните, мы когда в интерфейсе были, я вам тоже показывал. Вы можете нажать на этот Live Visits и увидеть всех посетителей, которые в настоящее время сейчас у вас находятся на веб-сайте. Увидеть, откуда они пришли, что они делают, ключевые запросы, по которым они пришли, с Organic Search либо с платной рекламы, сколько раз они были уже на сайте, какие страницы просмотрели. И прямо здесь, в Live Visits можете опять же строить сегменты и персонализировать под них определенные действия. Значит, про связь с третьей стороны мы уже затрагивали. Вы можете связать сервис Personize через API, либо можете использовать уже встроенными инструментами, которые персонажи уже встроены. А именно Connection с Facebook есть. Можете через API приконнектиться к ВКонтакте, к Одноклассникам, к чему угодно. Поставщики email, MailChimp, Constant Contact, поставщики данных Replief, и используя API можете любую другую систему приконнектить. Плюс есть связь с Google AdWords и Google Analytics. Я вам рассказывал пример. Вы можете выгрузить списки ремаркетинга и на основании этих списков запускать рекламу на площадках Google AdWords используя технологии ремаркетинга. Эту информацию все можете использовать. Еще буквально пару слов по тому, с чего мы начали. помните, мы говорили про различные школы. Первая школа это школа, которая говорит, что необходимо все тестировать, необходимо все только генерировать гипотезы и проверять. Вторая школа говорит, что да, необходимо тестировать, но до тестирования еще хорошо бы подстроить контент непосредственно под посетителя. А именно, в чем отличие еще? Фокус направлен в случае с персонализацией направлен на посетителя, в случае с с бит-тестированием на контент на какую-то страницу. В случае с персонализацией количества человек вы решаете, вы решаете какому сегменту что там показывать. В бит-тестировании в случае с контент экспериментом с тем же самым, там вы можете только процент пользователей установить, которым будет показан вот этот вот тест. вы не можете выбрать только тот сегмент тех, кто пришел с Яндекс Директ по какому-то запросу, или только тех, кто пришел с натуральной выдачи Яндекс или Гугл. А вы можете установить только процент пользователей. У вас всего на сайте 1000 посетителей в день, вы ставите 80%, поэтому тестирование будет проходить только на 800 посетителей, а остальным 20% будет показываться ваш оригинал сайта без тестирования. Место проведения здесь веб-сайт есть, вы можете персонализировать в случае с тестированием происходит тестирование непосредственно каких-то целевых страниц. Частота персонализации это процесс продолжительный, вы сами когда прочувствуетесь как это увеличивает уровень конверсии, вы захотите продолжать это постоянно. увидите, что 500% уровень конверсии повысил определенного сегмента, то какой смысл снимать этот сегмент и отказываться от этого. В случае с SBI тестированием обычно тестирование происходит один раз, обычно вы подобрали какую-то целевую страницу, генерировали гипотезы, оставляете один ваш основной вариант, который у вас был на сайте и несколько гипотез тестируете. Протестировали, выбрали наиболее эффективный вариант и оставляете его на сайте. Либо запускайте еще дополнительные варианты, придумывайте дополнительные варианты, дополнительные гипотезы и запускайте тестирование еще раз. Значит, дальше, ну, маркетинговая гибкость тут полностью вы можете все, что хотите, то и персонализируете. Можете, мы тут в Москве меня подвозили и говорят, а я могу, если мой конкурент заходит на мой сайт, я его могу послать куда-нибудь. Он говорит, да без проблем, отправляйте ему email сообщение, он вам отвечает, у вас его IP сохраняется, и вы конкретно для пользователей этого IP можете написать спасибо, что пришел, пошел отсюда и так далее. Полностью можете настроить очень гибко, как вам нужно. В случае с тестированием там все зависит от системы, что вы выберете. Есть, конечно, платные системы, но если говорить про контент эксперимент, бесплатную систему, которая встроена в Google Analytics, там очень большие лимиты на тестирование наложено. Есть большие, да, платные инструменты, которые позволяют проводить более обширный тестирование. И результатом что? Результатом персонализации здесь действительно идет работа на повышение онлайн-продаж, на повышение онлайн-конверсий. Тут оптимизация постоянная, вы строите сегменты и подстраиваете под них ваш контент. То есть, с тестированием вы, да, улучаете общие характеристики по юзабилити ваших конкретных целевых страниц. существует. Значит, как идентифицировать посетителя, но это опять же уже немножко повторюсь, но это такие, знаете, это уже выводы, мы уже заканчиваем, и поэтому это уже нужно воспринимать больше как выводы о нашем сегодняшнем мероприятии. Значит, как идентифицировать посетительский сегмент? Это выжимки из практики. Что чаще всего используется для построения сегментов? Используйте поисковые запросы, по каким поисковым запросам к вам идет посетитель, популярный запрос, запросы конкурентов можете, там, я не знаю, если пользователь пришел по поисковому запросу, содержащим ключевой запрос вашего конкурента, а вы знаете, что многие же и контекстную рекламу крутят по запросам конкурентов, по бренду, по названию бренда конкурента, и оптимизируют свои сайты по названию бренда конкурентов. Вот именно этим пользователям можно показать, допустим, они набирают, я не знаю, ключевой запрос, содержащий название бренда вашего конкурента, и вы подстраиваете под него информацию, вы сразу же цепляете, а вы знаете, чем наше предложение лучше, чем предложение вот того бренда, по которому вы к нам пришли, и сразу же вы даете им какие-то конкурентные свои преимущества и непосредственно отличия по сравнению именно с тем конкурентом, с которым вас сравнивают, по которому ключевому запросу к вам пришли. Значит, по источнику, по компании, вот я вам сегодня приводил пример, когда я протегировал в компоновщике УРУ рекламную компанию, свою рассылку, и по источнику я смог подменить телефонный номер, либо еще другие какие-то действия сделать. по зрелости посетителей, по тому, какой это визит на сайт его, какие страницы он просмотрел, изучил ли он страницу гарантии, доставки и так далее, то есть, насколько зрелый покупатель, насколько он готов к покупке. На основании этого я могу строить сегменты и делать персонализированные сообщения. Существующий ли это покупатель, либо это первый раз на сайт он пришел, география, откуда он пришел, это практически для каждого сайта мы внедряем, это очень эффективно, очень популярно. Системная информация, Windows он использует, Linux, какое разрешение экрана и так далее. И информация третьей стороны, это уже когда наши программисты дорабатывают связь с CRM, с ERP, какими-то системами, с базами данных и так далее. И уже на основании этой информации строится сегмент и персонализируется сайт. Поэтому мы сегодня даже задержались на 20 минут. Если остались какие-то у вас вопросы, то я готов на них ответить еще сейчас на протяжении 10-11 минут. Если у вас возникнут вопросы в дальнейшем, то вы можете писать всегда на службу поддержки info.sobachka.personals.ru либо у нас есть своя группа ВКонтакте vk.com slash personals. На русском языке там и кейсы, обсуждения различные есть. Свой видеоканал есть youtube.com slash personals.ru слитно. youtube.com slash personals. Там вы сможете найти видеоролики на английском языке, а youtube.com slash personals.ru там вы найдете видеоролики на русском языке. Поэтому, если у вас сейчас еще остались какие-то вопросы, вы задавайте. Если нет, то пишите на почту. Вы, когда самостоятельно начнете настраивать свои рекламные кампании, свои сайты персонализировать, связываться с базами данных с третьей стороной и так далее, вы наверняка столкнетесь еще с уймой проблем. И вы можете обратиться напрямую в англоязычный саппорт, вам там обязательно помогут, ответят. Но чаще всего вас все равно перенаправят к нам, скажут, что вот есть русскоязычная поддержка, есть официальный представитель сервиса в России и вот компания SimComplex, мы являемся официальным представителем сервиса в России и в странах СНГ, вас скорее всего перенаправят ваш вопрос все равно нам. И вне зависимости от какой почты вам придет ответ, скорее всего он придет вам все равно на русском языке и отвечать будут наши технические специалисты. Поэтому еще раз приглашу вас на конференцию, которая состоится 7 июня в Санкт-Петербурге по повышению конверсии, по повышению онлайн-продаж ConversionCon 2013. Ее организация занимается компанией SimComplex и компанией Trinet Group. Будем ждать вас в Санкт-Петербурге, это как раз будут белые ночи, здесь будет красиво, тепло и так далее. Так, есть несколько вопросов. Вопрос на вашем сайте нет курсов по персонализации, в курсы по конверсии входит персонализация или нет и настройка. Да, спасибо за вопрос. На сайте seustady.ru есть два варианта. Есть вариант, то вы идете на курс по повышению конверсии и там детально рассматривается персонализация сайта и настройка системы персонайса, системы веб-аналитических различных инструментов. То есть на курсе по повышению конверсии мы идем от задачи, мы не идем от продукта, мы идем от задачи. Вы показываете, преподаватель, что у нас есть такой-то вот сайт. Его задача какая? Его задача повышение брендинговой составляющей, повышение репутации компании, повышение конверсии, повышение трафика. С преподавателем обсуждаете ваши задачи, которые этот сайт должен решать и в дальнейшем вы совместно с преподавателем подбираете именно те инструменты, которые вам нужны. Если это будет персонайс, значит персонализируете сайт при помощи системы персонайс. Если необходимо будет сгенерировать целевые страницы, а у вас там самописная CMS, и по каким-то причинам вы не сможете такую хорошую продающую целевую страницу сгенерировать. Поэтому преподаватель вам показывает российские, в том числе и зарубежные сервисы, которые позволяют целевые страницы сгенерировать, вне зависимости опять же от того, какая CMS у вас установлена. У нас все преподаватели практики, они работают в нашей компании, в сим-комплексе. В сим-комплексе, знаете, это аккредитованная компания Google по веб-аналитике, контекстной рекламе. И лучшие специалисты, которые собственно у нас и преподают, они регулярно проходят перестажировки в компании Google в Калифорнии, в Сан-Франциско. И там им представители компании Google дают самые современные технологии, самые современные продукты, которые они могут использовать для повышения уровня конверсии. Поэтому, да, вот первый вариант, вы можете пойти на курс по повышению конверсии, идти от проблемы. И второй вариант, вы можете заказать индивидуальную консультацию на сайте опять же всеостадии.ру. Есть раздел по совершенно индивидуальным консультациям, когда вы можете не в виде курса, а в виде просто консалтинга по вашему проекту. Так, следующий вопрос. Если нет углубленных знаний по аналитике, можно ли полноценно пользоваться персонализацией или желательно пойти по веб-аналитике. Юрий, спасибо за вопрос. Тут вещь какая, если вы идете на курс по повышению конверсии, курс по веб-аналитике вам уже не нужен, потому что, как бы преподаватель не хотел, возможно, он не сможет вам повысить конверсии, а он же в течение двух месяцев у него задача какая стоит. В течение двух месяцев, если вы идете на курс SEO, в течение двух месяцев вы должны повысить позиции по вашим ключевым запросам, повысить трафик. Если вы идете на уровень повышения конверсии, значит, в течение двух месяцев задача преподавателя, чтобы вы повысили конверсии вашего сайта. Без веб-аналитики вы не сможете этого сделать, поэтому в любом случае всю веб-аналитику вы в курсе повышения конверсии пройдете. Вы детально настроите инструменты веб-аналитики, потому что без этого вы не сможете проанализировать конверсию. Детально настроите и в дальнейшем вы уже будете работать над повышением уровня конверсии. Поэтому курсы по веб-аналитике и курсы по повышению конверсии вы выбираете один. Если вам необходимо повысить конверсию, идите на курс конверсии. Если вам просто необходимо сдать тест Google Analytics и в этот IQ-тест, вам необходимо просто научиться внедрять какие-то коды, анализировать флэш в Google Analytics, анализировать действия, анализировать какие-то расширенные сегменты и так далее. На основании Google Analytics строить списки ремаркетинга. Это идете на курс по веб-аналитике и вы изучаете все инструменты веб-аналитических Яндекс.Метрику, Google Analytics, PIVIC, другие инструменты вы изучаете. Значит, следующий вопрос. Курсы по аналитике и конверсии пересекаются. Да, я вот на прошлый вопрос когда отвечал, я вам сказал, что не имеет смысл идти, если вы собрались идти на курс по повышению конверсии, нет смысла идти на курс по веб-аналитике. Если у вас сейчас нет глубоких знаний по веб-аналитике, то вам их даст преподаватель во время прохождения курса по повышению конверсии. Без этого он не сможет выполнить свою задачу, а мы очень трепетно анализируем качество преподавания, мы читаем все логи, мы почему и просим, чтобы вся переписка шла именно в текстовом виде. Во-первых, вы, чтобы могли всегда вернуться и повторить пройденный материал, во-вторых, чтобы мы могли проанализировать качество работы преподавателя. Поэтому еще раз отвечаю на ваш вопрос, эти курсы действительно пересекаются и нет смысла их совмещать. Так, 9 часов уже, если останутся какие-то вопросы, вы пишите info.sobaka.personize.ru можете написать в теме, что для Алексея Яковлева, и мне обязательно ваше письмо передадут, и я вам лично на него отвечу. Так, вопрос. Вопрос. Можете скинуть пример сайта с персонализацией? Ну, пример сайта в какой тематике? Вы же понимаете, что мы ежедневно персонализируем десятки сайтов, и мы вам можем скинуть примеры сайтов различных тематик. Интернет-магазин. Хорошо, Юрий, я вам подберу какой-нибудь интернет-магазин, самый тривиальный, но это правда не использовал систему персонайз, но персонализированный интернет-магазин это Ozone.ru либо Amazon.com, о котором тоже сегодня был вопрос. Вот это идеально персонализированный интернет-магазин. Вы ту же самую персонализацию, что на Ozone, на Amazon, вы можете сделать с системой персонайз. Вы можете прям брать сегмент с Ozone и переносить на свой сайт. Я почему так не очень хочу отправлять вам кейсы. Почему? Потому что с практически всеми крупными заказчиками у нас есть договора контенциальности. Вот те сегменты, о которых я вам сегодня говорил, я вам рассказал про довольно-таки общие сегменты, которые применяются для всех сайтов. Рассказать сегменты, которые применяются непосредственно для интернет-магазина нашего заказчика я вам не смогу никогда, иначе меня засудят. Почему? Я говорю, что мы можем вам скинуть примеры своих сайтов, своих интернет-магазинов даже. Тут нам не жалко, мы готовы, мы не жадны. Но чтобы мне скинуть вам сегменты, которые мы составили, проанализировали в течение месяца Google Analytics, Personize и так далее, и составили, выявили им сегменты, они за это платили деньги. И мы потом бах, так на семинаре всем разослали, я не смогу вам прислать, если напишите письмо, смогу прислать примеры персонализированных своих сайтов, либо тех, с которых у нас нет договоров о конфиденциальности. Хорошо, спасибо вам всем за внимание. Буду рад видеть вас на конференции 7 июня, либо на наших других мероприятиях. Кстати, в конце мая у нас еще будет бесплатный вебинар, знаете, что мы проводим на 7 онлайн бесплатные вебинары, и там будут представители 7 Rush выступать, ну, такой очень интересный Михаил Слевинский, скорее всего, будет сейчас ведут переговоры, будет довольно-таки интересный вебинар, он состоится где-то в конце мая, поэтому ждем вас, следите за обновлением на нашем сайте, на seustady.ru, на seumonline.ru, на seumcomplex.ru, и будем рады видеть вас на наших последующих мероприятиях. Спасибо, до свидания.